Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планеты Дзюдо! Это первая встреча в 2022 году Владимир Николаевич Личининов И думаю, что такое начало года даст такой мощный порыв к действию Ну и сегодня мы затронем много вопросов, касающихся тренерской деятельности Мнения Владимира Николаевича по поводу вообще, куда идет соревновательное дзюдо, правила Как лучше готовить чемпионов Ну, в общем, все вокруг тренерской деятельности и непосредственно спортивно-соревновательной подготовки Ну, давайте начнем Владимир Николаевич, Международная Федерация Дзюдо отметила Ваш вклад в дзюдо И присвоила Вам седьмой дан Расскажите, пожалуйста, немного об этом поподробнее Чтобы было понятно, что такое вообще седьмой дан И за что он присваивается, и как долго Вы ждали этого признания Да, он вообще присваивается по пяти направлениям Это вот спортивная деятельность Ну, за спортивную деятельность в той же Японии там редко дают четвертый дан Троевская деятельность, судейская деятельность, общественная деятельность И еще пятый раздел – это демонстрация кота Когда люди не борются, а просто демонстрируют технику И поэтому самые высшие данные Это как раз уже в основном идет в области преподавания Преподавательской деятельности, образовательной деятельности А поскольку я много семинаров проводил в разных странах Потом у меня есть несколько видео, дисков, семинаров То есть меня знают именно хорошо и в мире И потом из результатов у меня там, начиная от континентальных До олимпийских результатов, есть спортсмены То есть это как раз заслуга той деятельности То, что я уже сколько, 55 лет, с 67-го года я начал заниматься борьбой джедела Получается, в этом году будет 55 лет, в сентябре месяце Как я встал на ковер и всю жизнь посвятил этой борьбе в одежде Вначале сабо, потом джедо Там опять же три или четыре категории делятся для тренеров А, Б, С и, кажется, Д То есть в зависимости от тех спортсменов, кого ты готовишь Мне прислали по категории, по самой высокой категории А Это трейеры, которые готовят спортсменов чемпионатов мира и олимпийских игр Медалистов Ну и там, естественно, дальше там вниз Таким образом, то есть Ну, это было приятно, конечно, я доволен Владимир Николаевич, как я знаю От шестого до седьмого дана Временной период у вас был более десяти лет К 16 лет Вообще, вот это вот апгрейдинг, сертификат данных, да Там тоже есть временные показатели Во-первых, сколько лет там можно получить шестой данный, например Если у тебя нет результатов То есть просто за твою педагогическую действие Там, кажется, чуть ли не с пятидесяти лет Если у тебя ничего нету То есть ты только можешь получить, как говорится, уже в зрелом возрасте только шестой данный Если у тебя есть вот такие результаты, как у меня То там гораздо раньше это начинается И точно так же, как, скажем, в армии Там, выслуга лет То есть, например, между шестым и седьмым данным Там есть определенный период Там он не менее десяти лет Но опять же, если ты входишь в категорию А То там этот срок сокращается прилично То есть все зависит именно от эффективности твоей работы Каких людей ты готовишь А то, что у меня тут шестой и седьмой данный был Такая разница Потому что шестой данный присваивает национальная федерация А седьмой данный выше Седьмой данный присваивает уже континент Европа, Азия и так далее, другие страны Или там, например, международная федерация Вот как мне присвоила А это идет по рекомендации национальной федерации дзюдо Поскольку я уже много лет не работаю на российскую федерацию Ну, на федерацию дзюдо Потому что у нас там особые отношения Не очень-то меня любят После Пекинской олимпиады Когда я дал медали, а россияне Там 13 человек боролись, мне не дали ничего У меня сложные отношения Верение не у меня, а у федерации Ко мне там, у некоторых людей Ко мне такое, ну, негативное Я не мог получить, кстати, рекомендацию От нашей России Я сколько раз разговаривал с Сергеем Игоревичем Соловечком Говорю, Сергей, вот И ты же у меня сборная Москвы был, когда я работал Он говорит, Владимир Павлович, да нет проблем Пускай федерация дает это Ну, ходатайство и все присвоено Ну, ходатайство мне, конечно, российская федерация вряд ли бы дала Хотя Для российского дзюдо вы много делаете В том числе и проводите семинары в Российской Федерации И просветительской деятельностью тоже занимаетесь всегда Общаетесь с тренерами с разных регионов и так далее Международная федерация дзюдо вам присвоила седьмой дан Кто тогда ходатайствовал? Ну, ходатайство, вот, Таджирская федерация Ну, вот Я с ними много лет работал, с 2005 года Я с ними дал, я могу сказать, где-то более сорока международных результатов Хороших результатов Там у меня Олимпийская медаль, чемпионат мира Там, семь медалей на чемпионатах Азии Из них два чемпиона Три вторых Четыре медали на азиатских играх Все вот азиатские игры Медали там Это вот мои ученики дали для Таджикистана И 18 медалей на гран-при, гран-шлемах, континентальных кубках То есть, в принципе, это даже, может, для одной страны Приличный результат А я дал вот один со своими таджиками Которые, как правило, приезжали ко мне в Москву Тренировались здесь И вот мы, тренировались здесь, в России Поднимали их уровень Доводили до мирового уровня, так сказать Так что вот это я благодарен Таджикской Федерации Что они вот сделали это ходатайство На мой сертификат Но они имеют право Потому что там в положении о этих присвоении данных Там написано член Федерации или гражданин этой страны Член Федерации, вы сами знаете, может быть, любой иностранец Который там активно участвует в жизни в Федерации Платит членские износы Все, проблем нету Мне спокойно присвоили Вообще, по идее, мне часто говорят, что там уже давно восьмой должен был быть Но я такой не очень счастливый человек, мне седьмого хватит От меня лично и от всех, кто вас смотрит Ваши слушатели, тренера с разных регионов, разных стран Примите ли наши поздравления? Я даже могу сказать, что, честно говоря, вот это поздравление С присвоением данных даже, наверное, больше было, чем С днем рождения, который у меня было То есть я даже удивился, у меня оказалось очень много почитателей Друзей, которые положительно относятся к моей деятельности Им нравится, я им нравлюсь, может быть, как тренер, как человек То есть было приятно, я был, честно говоря, удивлен Не просто там лайк поставили, а именно писали, хорошие слова говорили Значит, вы вторично подтвердили седьмой дан Таким образом Народный седьмой дан, так скажем Ну да А может быть, он еще и выше, чем обычный В конце прошлого года мы с вами делали ряд интервью И вдруг внезапно вы говорите, что уезжаете Оказалось, вы уехали в Киргизию Провели там несколько месяцев Что это была за поездка? Можете рассказать подробнее? Ну, я дружу с президентом федерации Киргизской республики Жан Душим Колбаевым И он меня пригласил в начале октября На открытие Международной академии дзюдо Дело в том, что они построили там с друзьями, со спонсорами Великолепный центр Правда, еще не совсем достроен То есть недостроенная гостиница, столовая, баня Ну, вот такие подсобные, стражерный зал А сам зал для тренировок великолепный Там более тысячи квадратных метров Восемь татами То есть там очень здорово было работать И господин Мариус Визер Он этой академии присвоил звание как бы международной То есть она является вот этой академией Их не центром как бы общения вот в этих центральноазиатских республиках Азии То есть не Узбекистану отдали, кстати А именно вот отдали Киргизам И так получилось, я приехал, меня пригласили И тут же они меня как бы взяли в оборот И предложили работать с отборной командой Ну вот, буквально я отъехал на три дня А через три дня уже опять приехал к ним Стал вначале присматриваться Первый сбор мы провели на Иссыкуле Место замечательное Всем рекомендую Там хорошая база Транжерный зал И не очень дорого И хорошее размещение, питание В общем, потрясающе Я там отдохнул И поработал Как говорится, очень здорово Мне понравилось Вот И потом приехали Начали здесь работать Ну я первое время как бы присматривался Там вот Но, к сожалению, что хочу сказать Понимаете, пока вот в том В составе, который сейчас находится В Киргизии команда Таких людей, которых Из которых можно сделать призеров Или там чемпионов Олимпиады Пока нет Как развито вообще Дзюдо в Киргизии Какие там тренерские кадры И спортивный резерв Ну я так не могу глубоко отвечать Там Нет, ну это ваши радио Внешне Внешне Так вот То, что я посмотрел Конечно И я знаю Президент Федерации Недоволен Качеством работы тренеров И их уровнем работы Поэтому он тоже И ставил мне одну задачу Там Как бы через Академию Заняться образованием Передачей опыта Моего Там И не только моего Там Приглашать других Специалистов Чтобы Поднять уровень Именно Специалистов Потому что К сожалению То, что я смотрел Уровень там Конечно Не очень высокий Вообще Ну это Кстати Болезнь многих Азиатских республик Особенно Наших Центральной Азии Из Советского Союза Они Само как бы Занимались Национальный вид Спорт И там нету Борьбы лёжа И вот это тоже Главная болезнь Киргизов То, что у них нету Борьбы лёжа И они Даже Пока этим не занимаются Ну и ряд там Других есть Недостатков Ну в основном Я говорю Отсутствует Конечно Высокая конкуренция Очень мало Сильных Равных спортсменов Из которых Можно Так сказать Слепить Хорошую команду Поэтому Вот Там конечно Чтобы поднять Жидо Наверное Надо Хороший уровень Надо Заниматься Массовым Развитием Клубов Школ Республики Хотя конечно Тоже Мусульманская страна Там любят борьбу И праздники Всякие Проходят Срава Немного Проходят Но вот Качество борьбы Не очень высокое К сожалению Не могу сказать Что Вот То, что я с таджиками Работал У них Конечно Там Талантливых ребят Намного больше Намного больше Каждой Совой категории В этой связи Перспективы Киргизского дзюдо На мировой Спортивной Арене Последний Такой Можно сказать Звездочка Киргизского дзюдо Ну как Я помню Это Юрий Краковецкий Да Тяжелый Лисовый категорий Плюс 100 кг Он куда-то Пропал И сейчас Я так понимаю Он завершил Спортивную карьеру На Олимпийских играх В Рио Дужай Чуть-чуть Не дотянул До медали Интересный парень был Да Сейчас он Закончил Сейчас он уехал Работать в Эмират Трейером В какой-то клуб Его пригласили Ну К сожалению На таком уровне Кто еще там есть Володя Залоев Который Вот В этом Прошлем году Выиграл Чемпионат Азии Попал на Олимпиаду Боролся На Олимпиаде Ну Не очень удачно Пока Я могу сказать Знаете Что вот То что я там был Ряд молодых ребят Был очень интересных Ну молодежи Которым так По 19-20 лет Ну вот я знаю По своему опыту Для того чтобы Ввести их На мировой уровень Ну лично мне Вот нужно Около двух А то и более лет Для того чтобы Вводить спортсмена С уровня Мастера спорта Скажем На мировой уровень То есть вот Перспективные ребята У них есть молодые Но смогут ли они Их туда поднять На тот уровень Для этого уже Нужна конечно Особой Современной Методики Подготовки Вот этого Как раз Я не очень Увидел Потому что Тот состав Тренерский Который там Работал Они увлекаются Железом Очень много Увлекаются Железом Дают И просто Дают борьбу Борются Борются Нет никакого Анализа Ошибок Разбора Такое Ну просто Знаете Вот как вот Ну одна пахота Просто пахота Бессовершенственная техника Тем более партера Вообще нету И даже не пытаются Его исправить Там Даже вот Я там мог бы Например Помочь В партере Неплохие Там есть Методики Для работы То есть Во всех же Ставляем бороться В партере Потому что В партере Три япона Удержание Душа И болевое И чем Старше Я знаю По статистике Старше становится Спасмен Тем больше Он начинает Бороться в партерах Потому что В стойке Нужна скорость Там Выносивость А в тех Стопартере Ну легче обыграть И легче Добиться Япона Чем в стойке В стойке Сделать япон Очень тяжело Конечно При той Конкуренции Которая сейчас Есть в мире Очень тяжело Выиграть япон Немножко Затронем Такую Мне кажется Для многих Специалистов В области В кавычках Так назовем Запретную Тему Многие Не хотят Об этом Говорить Высказываться Ну и так же В мире Вообще На мой взгляд Не знаю Согласитесь Вы или нет На ваш взгляд К чему Ведет Дзюдо Международная Федерация Дзюдо В этой связи И новые Правила На олимпийский Цикл И почему Не особо Любят на эту Тему Говорить Специалисты Ты не над видом Специалисты Знаете Они всегда Как осторожные люди Потому что Например Я вот знаю Я тоже много Давал Ну как бы Не критики Ну и критики Что ли Рекомендации Там Не соглашался С тем Как работает У нас Сборная России Вот И со мной Многие Три Говорят Ооо Володя Молодец Все правильно Но рядом Никто не встанет Потому что Если он встанет Рядом со мной Его учеников В сборной Начнут Просто Трекировать Уничтожать Поэтому Они только Рядом со мной Говорят Что Поддерживают Мою позицию То есть Это просто Из-за осторожности Бояться Что это скажется На их карьеру Да А то К чему идет Федерация Дзюдо Международная Ну трудно понять Понимаете Что трог Любого человека Который там Скажем Работает Его трудно Обвинить В том Что он Хочет сделать Откровенно Дзюдо Плохим Он что-то Хочет сделать Хорошее Как он думает Что-то для развития Дзюдо Но надо понимать Стало это Развитием Или наоборот Туроза То есть Вот здесь Надо всегда Хорошо анализировать Ситуацию К чему Привели Вот эти все Изменения Я считаю Что все Изменения Которые пошли После 2009 года Они Пошли во вред Дзюдо Только во вред Дзюдо Во-первых В любом виде спорта Конкуренция Очень высокая В нашем Спорте Тоже Она только растет Потому что Дзюдо Развивается Там Как говорится Семимильными шагами По всему миру И появляются Спортсмены Из других стран Где даже нет Никаких традиций Там Дзюдо Там Каких-то Специалистов Потому что Просто появляется Талантливый человек Как я говорю Заточенный Под дзюдо И он Покажет результаты Ну вот там Из Колумбии Например Из чемпионка мира Ну Какое дзюдо В Колумбии Можно говорить Там может вообще Занимается Человек-сто На всю страну Но тем не менее Вот у них Там Уже такие Высокие результаты Есть И вот таких Талантливых Людей Очень много Конкуренция Растет И надо Наоборот Наверное Критериев Для того Чтобы определить Победителя Увеличивать А у нас Дзюдо Получается Эти критерии Все время Снижаются Вот вспомните Как дзюдо Развивалось Сперва Была там Буквально Одна весовая категория Абсолютная Потом Когда появился Хейсинг Все поняли Японцы Что да Нужно вводить Весовые категории Потому что Одной техникой Как раньше считалось Обыграть Сильного Высокого Спортсмена Трудно Потом То есть Потом Так же С Аценту Когда я боролся Вот там 50 лет назад Было Япон И Вазари И был еще Какой-то Ничка Иваза Которая как-то там Где-то в голове У судей считалась Это типа Технической атаки На уровне Юка Кока Которая как бы Рассматривалась Потом Вели Юка Потом Вели Кока Потому что Любое Техническое действие Техническое действие Которое Приводит соперника В какую-то Неудобную позицию С точки зрения Боевых искусств Это уже преимущество На живот упал На бок упал На ягодицу упал Я уже получил Какое-то преимущество А сейчас Многие вещи Это как бы убрали И вот это Плохо смотрится Ну вот на странах Приходят Дилетанты Любители Посмотрят дзюдо Вот они Федерация Говорит Что они Хотят создать Правила Такие Понятные Для зрителей Но как он может Понять Когда например Сейчас Вот в наше время Человек иногда Делает там По 5-6 кок Там да А схватку Проигрывает За счет замечаний Или например Вот такая ситуация Делается красивый Бросок Все зрители Ох как здорово Потом раз Жюри Оценки Оценки не дают Или вообще там Потому что захват Оказался ниже пояса Но для зрителей Вот для зрителей Как это объяснить И вот скажут Ну и что что ниже пояса В чем здесь Опасность для здоровья Для организма Что вот я взял Захват ниже пояса Абсурд Согласись что это абсурд Или вот у меня например С таджикой была ситуация Он сделал в Азаре Ну там борьба Там во первых Сколько сейчас нарушений Замечаний делает У нас с дзюдо Нету ни в одном виде борьбы Столько ограничений Сколько сейчас создали Правила Того нельзя Этого нельзя Так нельзя В общем Столько понаворотили Я говорю Ни в одной борьбе Нету таких ограничений И вот ситуация Бехрус Хаджизада Борется Делает бросок На Азаре Потом по замечаниям Там он накручит У них по два замечания Он делает еще один бросок Все классный бросок На Азаре Захват не тот Ему вешают Третье замечание И получается Он проигрывает схватку Сделав два броска А выиграл Извините за выражение Мишок Который ничего не сделал И выигрывает схватку Вот как это Зрителю объяснять То есть здесь вот Мне кажется Вот сейчас вот там Судейской комиссии Спортивной комиссии Все-таки надо на это Обратить внимание Во-первых То, что они выразили Броски за ноги Ну я не знаю Дзегора Кано Там наверное в гробу переворачивается Он создал систему Которая И даже просто опять же Исходя из того Что мы приходим Любители там Дилетанты Профессионалы Смотреть на борьбу На броски А их сейчас нету Вот до 2009 года Я как инженер Всегда занимался статистикой Было в среднем 2.30 2.40 Броска Ну берешь там Статистика раньше печатала Сколько схваток Сколько бросков Легко понять Там броски поделил На количество хваток Ты получаешь Сколько бросков получается В среднем за схватку Всегда было больше двух Сейчас с трудом единицы То есть Уже получается Зрелище мы в два раза Убрали Они иногда говорят Что вот это Броски за ноги Там спортсмен Сгибается Неудобно Некрасивая позиция То что Зидо выправили Да ребят Тем же правилом Что трудно Выправить соперника Согнулся 3-5 секунд Не выпрямляется Накажите То же самое И не надо было Ради этого Как бы Отменять Количество Красивых бросков Катагуруму Например Это любимый бросок Был Зегора Кано Тагуруму Боковые перевороты Великолепные Красивые броски Как контратаки Были там От всяких Подворотов Мельницы С падением С колен Красивые броски Были Я согласен Что разнообразие Техники Конечно уменьшилось Но Немаловажно Наверное Здесь еще Отметить Стоит отметить Экономический фактор Мы с вами Без видеокамеры Это немножко Поговорили О отборе Допустим К тем же Олимпийским играм То есть Количество турниров Рейтинги Попадания Это неправильно Это просто Система отбора Но это тоже входит Как в систему правил Система отбора Это абсолютно другое А правила Конечно Это немножко Поэтому я считаю Что Ну может быть Мне кажется Что В самой Федерации Об этом тоже задумывались Просто сейчас Олимпийский цикл Будет укорочен Уже осталось Уже меньше трех лет Для Олимпиады Поэтому может быть Они не решились Хотя я слышал Что собирались Все-таки Какие-то изменения Сделать Один представитель Федерации Ну я не буду Называть его фамилию Мне сам рассказывал Говорит Мы не ожидали Откуда пришел удар Ведь Тот же Дзюгорок Он разливал Дзюдо Через полицию Через силовые структуры Он как бы Занимался Этой пропагандой А сейчас-то Силовые структуры Говорят Зачем он наше Дзюдо У вас бросков нет Одни мишиды Не выигрывают Эти схватки Ведь смотри Опять же Они наверное тоже понимают Что Немножко пошли не в ту сторону Вот сейчас опять Запретили Спину вот эту корейскую Севернаде Бэксевер То есть Крутить туда Почему? На каком основании? Где статистика? Он что Опасный прием Для здоровья? Ну и Если исходить из того Что На Олимпийские Игры Чемпионата мира Европы На турнире Серии IGF Выходят Подготовленные Опытные спортсмены То есть Имеющие Определенную Квалификацию Не Ну То Почему Запрещать Эти вещи? Понимаешь Они статистику Под это не подводят Вот например Одно время Они там начали Наказывать Хансо Камакэс И ты встаешь на голову На мост На полумост На обед Ребят Где статистика? Что люди шею ломают Или какие-то там Смертельные Фатальные Случаи были Да Когда подхват делают Головой втыкается Там Или Ого Что бедро делают С падением Головой втыкается Да Такие случаи были Но От Движения на мост Я За всю свою карьеру Никогда не видел Чтобы Человек Который встает на мост Там И Он получил травму Какую-то То есть Под это Должны подводить Как бы Заключение Специалисты Медики Там Или просто Статистика А статистики Нету Все берется Извини Как-то Не знаю Откуда там Ну хорошо Это Это правило По технике А что касается Правила Системы отбора Что вы скажете По этому поводу Ну вот Нам кстати С Расул Как раз Сода повезло К 8-му году Было всего 6 отборщих Мероприятий И Что мне очень нравилось Например Если попадаешь Шестерку На чемпионате мира Прямо перед Олимпиадой У тебя был Прямой допуск Это правильное Решение было А сейчас Столько стартов Чтобы набрать Эти очки Вот эта гонка Она Сказывается Во-первых Прежде всего На технике Потому что Когда у тебя Выступление Буквально Каждые 3-4 недели Ты только Отборолся Приезжаешь Восстановление Тебе особо Некогда Исправлять ошибки Ты в основном Стараешься Исправить В смысле Вылечить травмы Выйти из этого Состояния Хотя бы Чтобы заново Подготовиться К новому старту То есть Это Опять же Сказывается На касте борьбы Раньше Было 4 Турнира Москва Токио Париж И вот Чемпионат мира Континентальные соревнования Вот примерно 6 направлений Насколько я помню Были отборочные К олимпийским играм То есть Давайте так Мы посмотрим А сейчас Извини Вот Я тебе могу сказать Вот сейчас Вот у меня ребята Борются По 10-12 стартов В году Только вот От олимпийских Турниров А еще же Есть дома соревнования Есть какие-то Ведомственные соревнования Там и прочее То есть Очень много соревнований Действующих спортсменов И самое главное Опять же Очень много денег Надо Ну да Экономическая составляющая Тут имеет Очень большое значение Поэтому И многим странам Тяжело Готовить спортсменов С точки зрения Экономических Вот допустим Даже взять Таджикистан Такие страны Ну вот тоже Киргизия У них проблема Чтобы отправить Скорую команду Еще маленьких стран Каких-то Европейских Проблема Отправить команду Там На соревнования Там На лагерь международный Представляете Тем более Там такие цены Сейчас За гостиницу Проживание Вообще С ума сойти То есть Это вопрос Конечно Который стоит Поставить На повестку дня Подумать Как Как можно Улучшить Систему Отбора Ну вот опять же Я Не очень Пойму Для чего Это было сделано Вот очень много Континентальных Кубков Это вот как раз В регионах Поднимать Но Раньше Разница В оценках Между Гран-при И континентальным Кубком Была не очень Значительная Насколько я помню Там Кажется Да 100 очков Было за первое место На континентальном Кубке И 350 Было Гран-при А сейчас 100 очков И 700 Понимаете Вот Как вот Ну это невозможно Такая разница Во-первых Это мешает Развитию Джидо В мире Потому что Уже многие страны Не берут континентальные Кубки Потому что Толку от них нет Приехал на чемпионат мира Выиграл одну схватку И получил 100 очков А континентальный Кубок Извини Сколько там не было Людей Все равно тебе надо Там 4-5 схваток Провести И все равно Люди приезжают То есть Вот это Такая громадная Разница Я например Раньше Тоже за счет Этих кубков Континентальных Набирал очки И ездил там Там где Поменьше Конкуренции Чтобы мои вот такие Такжетские спортсмены Там могли Набрать очков Чем на гран-при Поехали А сейчас же все в основном Ездят только на гран-при И на гран-шлем Потому что Все прекрасно понимают Что там Поведет жеребьевка Одну схватку выигрывает И уже примерно Те же 100 очков Уже получил То есть Не очень Мне нравится Эта система Мне кажется Надо скорректировать По очкам Потому что Ну это действительно Скажется на развитие И потом Ну вот Опять же Я бы хотел Добавить Что вот В правилах Вот они Утешаются Только от вас Верки Кто вошел в осмерку Ну сделайте Хотя бы от 16 Это всего лишь Плюс 4 схватки Ну люди Приезжают Тратят деньги И опять же Это страдает Молодое поколение Вот это Которых мы накатываем Потому что Приезжать на сравнение Он попадает На кого попадает На маток На ведущих Одна-две схватки И домой Одна-две схватки И домой Ну где столько денег Набрать А так бы Если опять Мы вернулись К старой системе Утешения То Это даже хорошо Было бы Что молодой человек Там Перспективный молодой Попадает на Сильного спортсмена Он через утешение Может еще пробороться Набраться опыта А сейчас получается На сравнении Опыт приобрести Практически невозможно Приехал Одна-две схватки Одна-две схватки И домой Как это так Опять же Мне там говорят Они говорят Вот у нас Телевидение Не понимают Вольный греко Римский Сам бы Нашу систему взяли Зудаистское Утешение У них что Другое телевидение Рома Или как это Объяснить Те же компании Телевизионные Работают И снимают И все А нам говорят Что это Непонятно Для телевидения Или например Вот я как зритель Приехал Хочу посмотреть Олимпийских чемпионов Я вот помню Чемпионат мира 2010 год В Японии Первая схватка Бишев Олимпийский чемпион И Мамадли Олимпийский чемпион Который пришел Первая схватка Один из этих Олимпийских чемпионов Куда идет На трибуну Ну и как А раньше Это система Автографы раздавать Да А раньше Эта система Позволяла Второму Который проиграл Сталь Взять медаль Эта система Придуманная В джидо Она была Очень объективна И я считаю Что она Одна из лучших Лучше чем Чисто олимпийская Или круговая Там всякие Системы Практически Больше части Участников Она давала Возможность На вторую На второй Поединок Да На второй Да То есть Два поединка Можно было Всегда Бороться Практически Больше части Поэтому ты Больше опыта Приобретаешь Там И Для федерации Это удобно Ты накатываешь Ребят Там Скажем Два-три Турниров Он проигрывает Потом он Добавляет 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 А так При этой системе Невозможно Я как-то сказал Один раз Володя Барта Я говорю Ну вы убиваете Молодой поколений Ну как это Ну вот так Вот я приехал Одну схватку И что мне с молодым Дело Он говорит Ну вот пускай По этим турнирам Ездит А на те турниры Кто мне деньги даст Там По Кубка мира Там По международным Турнирам Каким-нибудь Деньги практически Те же Но баллов Там всего Здесь сто очков А денег Баллов там нету Никаких Ну да Экономический вопрос Очень остро Стоит сейчас Особенно Среди Вот таких Стран С незначительной Экономикой Которые хотят Что-то показать Тут конечно Им будет тяжело Действительно Получается Что люди Не могут возить Даже просто Полноценную команду Я же не говорю Там По два состава Когда пускают Там на большого шляпа Гран-при Буквально Везут Два-три человека Просто больше денег Нету А там За бортом Могут остаться Как раз Не менее Талантливые Ребята И часто Бывают Именно Талантливые Ребята Потому что Там Скажем Ну опять же Внутри Какие-нибудь Отношения Там Тренер Такой Не нравится Этот Не нравится Спортсмен То есть Ну бывает Самое Что За бортом Остаются Как раз Такие Спортсмены Или тренеры Со своими учениками Которые Не устраивают Там Федерацию Или плохие отношения С руководством А так Была бы Возможность Там И Ребята Были Как-то Раздеваться Но К сожалению Вот эта система Конечно Она Тяжелая Она тяжелая С финансово Точке зрения Даже Вот взять Тоже Америку И вот Разговарив Со своим другом Из Америки Он говорит Я езжу до Суща Ну сколько Можно до Суща Отвозить Он говорит Мне потом Если я дам результат Мне потом Это оплачивают Это уж такая Страна Богатая Что говорить О других Там Вот Как Наши Средняя Азия Например Там Туркмения Ну Туркмения Деньги есть По большому счету Я скажу И такие страны Европейские Тоже есть Как допустим Плач Тоже Да Взять уже Румынию Молдавию Болгарию Сербию Которые тоже Не в состоянии Возить Даже там Внутри Внутри Европы Где есть много Турниров Большого шлема Транспорт И там Не могут Вывести Всех Кого Можно Да Экономический Вопрос Стоит Остро То есть Вопрос Два Вопроса На повестке Дня Так Сказать Да Это Вопрос Обрезания Технического Арсенала И Что в спорте Всегда Главное действие Шельцов Скажем В том же Дзюдо У нас Спортсмен Его тренер А все остальное Как бы Обслуживает Для того Чтобы зрителям Показать Мастерство Спортсмена В этом состязании А у нас Сейчас На первый План Выходят Судьи Они диктуют Нам Как нам Бороться Какие захваты Брать Какие броски Делать И так далее Не мы Тренеры И спортсмены А нам Судьи Сейчас Говорят Как нам Бороться Понимаешь Это неправильно Я вот считаю Что это Абсолютно Неправильно Знаете В свое время Известный Советский Штангист Олимпийский Чемпион Бласов Юрий Бласов Он Он сказал Такую вещь Что До 68 Года Шла Такое Было Сражение Между Педагогическими Методами То есть Тренер С тренером С точки зрения Метода подготовки Конкурировал Когда После 68 Года С введением В эксплуатацию Фармакологических Средств Уже Началась Такая Борьба Между Методом Фармакологии Сегодня Получается Если взять Зюдо Сегодня Уже Еще один Метод Метод Судейский Борьба Судей Как Судья Воспримет То что происходит На татаме Так получается То есть Судей Судей Дана Некая Привилегия В этом отношении Кто В нашем разговоре Даже сказали Дать оценку Не дать оценку Вот эти вот Все вещи Которые Ну вот мне кажется Что Хотя технология Видеокамеры С разных ракурсов Но все равно Вот Ром Сейчас Вот это Хай-тек Прогресс технический Он довел до того Что в принципе Вообще Сейчас же можно Все это заложить В программу компьютера Какое положение Какой захват Все И Компьютер все будет Определять Есть наказание Есть бросок Какой бросок На какую оценку Ведь получается Вот сейчас Все обсуждают Например Да Вот это Токио Да Он вставал на голову Многократно Ничего нет Другой человек Встал Вот это Учимата Там На голову Хансо Камакэ То есть Опять же Взять Тех же японцев Все-таки Им часто Многие вещи Прощают Либо мы Боремся По одним правилам Либо мы Не знаю Чего Вот Сидеть и ждать Что Мой спортсмен Должен быть На голову Выше всех Чтобы просто Там их убивать Тогда его трудно Будет остановить Но Там наверху Такого преимущества Добиться Невозможно Чтобы там Какой-то спортсмен Был на голову Выше всех Такое редко бывает То есть Высокая конкуренция И Просто вот это Судейское вмешательство У тебя Например Считаю Вот Они сделали Там Голден Скот Типа Спортсмены Пускай сами Выясняют отношения Ну да В принципе Выясняют Бог себе Но ведь Можно и по-другому Это решить Вопрос Например Скажем Вот Когда мы боролись 20-30 секунд Нету Атаки Наказания 20-30 секунд Нету Наказания Да Все Это Приводило К высокой динамике И так далее И так далее Заставляло соперника Спортсменов Двигаться Шевелиться И вот как в боксе Например Помнишь Было у них Считали Там Прямо Было вывешено Там 15 ударов За раунд Сделали Сколько Там Ведь Дидо Точно так же Можно сделать Ввести еще одну Какую-то графу Где будет указано Сколько человек Подвернулся То есть Мне кажется Что Можно опять Ввести Хантей Может быть Там Каким-то образом Или просто Тот же спортсмен Он будет видеть Сколько он движений Проигрывает Спортсмену Если он Не произведет Какой-то бросок Просто Количество попыток Понимаешь О чем я тебе говорю Я там Ну действительно Вот я например Сейчас видел У меня там ученик Десять раз подвернулся А тот Вообще ничего не сделал А судья молчат 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 И потом схватка Переворачивается В другую сторону Либо Спортсмен проигрывает Потому что он рискует Он лезет вперед А тот Защищается Защищается И при этом Его не наказывают А так будет видно Я там Там Десять раз Подвернулся Или пять раз Подвернулся А он ноль Все видно И спортсмену И зрителям И тренеру Видно Он скажет Давай догоняй Давай рискуй И в принципе Уже хатэй Может быть не нужен будет Просто вот При равных условиях Видно Что вот этот человек Активнее боролся И достаточно Этого показателя То есть Сидит Судья И просто нажимает Кнопка А вот Белый подвернулся Раз Второй Третий Синий подвернулся Там Атаку Опять же Можно их разделить Там Как раньше Кинза Это там Неоцениваемый бросок Был И например Там попытки Когда я подворачиваюсь Ну понимаешь То есть Можно градации Сделать Попытки И атаки То есть В мое время Было в судействе Два критерия То есть Атака Это когда Это техническое движение Без оценки И атака Это когда Я что-то делаю Подворачиваюсь Но не получается То есть Вот Здесь вот Нам может быть Как-то определиться В судействе Но я думаю Это уже Добавит объективности В судействе И прилично добавит То есть Здорово будет Мне кажется Ну Такое придумать Многие титулованные Спортсмены В России И вообще В мире Или просто Спортсмены Дзюдоисты Заканчивая Спортивную Свою карьеру Переходят На тренерскую Почву По вашему мнению Насколько Быстро Спортсмен Может адаптироваться В новом Качестве Тренера Что для этого Необходимо Ну Вообще Конечно Вот Я всегда Многим Руководителям Федерации Чиновникам Говорил Ребят Вы поймите Что тренер И спортсмен Это абсолютно Разные вещи До сих пор Идет Это Такая Тенденция Традиция Что приглашают Хорошего спортсмена Для работы Сборной команды И вот здесь Вот я Как его называю Эффект Молодого тренера То есть Первые годы Он показывает То что умеет Умеет Делать Сам И только потом Через какое-то время Он начинает Понимать Что каждый ребенок Индивидуален Каждому надо Свой подход Один высокий Другой широкий Другой быстрый Другой медленный Поэтому естественно У них и техника Должна быть разная А когда Спортсмен Учит только своему Ну вот например Взять Например там Дмитрия Сергеева Да Великий Борис был Когда он пришел В сборную команды Валерий Шестаков Взял Молодежную команду Он стал учить Своему зацепу Ну Зацеп делать При росте Под два метра Димы Сергееву Конечно Гораздо легче А если вышел Такой Кавказец Крепкий Сложенный Конечно Скажем Зацеп Тяжело Делать Или там И в женской сборной Стране Сергей Касмани Начал учить Свою сборную Команду Свою зашаги То что он Прекрасно Делал Ну и результат Какой Когда Молодежка Поехала Одна бронза Одна бронза Была на чемпионате Мира Ну мне понравилось Что Дима Сергеев Потом собрал тренеров И сказал Скажите мне честно Открыто в лицо Что я делал неправильно И что мне надо делать Потому что он Почувствовал Что ему надо учиться Вот я помню Когда Я Володя Штакову Сказал Говорю Давай пригласим К нам на семинар Сашку Яцкевич Потому что он Хорошо боролся Он стал лучшим тренером Европы Был признан Я говорю Потому что наши Тренеры Они вообще Народ сложен Тренер Потому что Например Они могли уже В лоб сказать Там Солодухин Или Зорова Да ты Олимпийский чемпион Но кого ты подготовил Вот То есть Нужен был Такой человек Пригласить Который И как тренер И как спортсмен Был великий В этом плане Подходил Старш Яцкевич И вот он мне Во время семинара Мы когда разговаривали Он мне сказал Говорит У меня наступил Такой период Когда я понял Что я должен Убить в себе великого спортсмена То есть он должен Стать Гораздо шире Свою технику Не ставить на первое место А он должен Подбирать технику Для каждого спортсмена Методики тренировок Подбирать Не так Как он тренировался Как например Для этого коллектива Подходит То есть Это очень важно Вот И в этом плане Убить великого спортсмена К сожалению Многие так и не могут Я знаю много Таких спортсменов И у нас в России Которые так и считают Что вот он Он великий И он может Все подготовить Если он придет Там возьмет команду Он там Всех порвет Это неправильно Потому что Быть тренером Спортсменом Я говорю Это абсолютно разные вещи И к этому идешь Очень долго Я вот например Всю жизнь Учусь И вот сейчас Сижу там Материалы обрабатываю Некоторые видеоматериалы Потому что Стоять на месте Невозможно И Просто Любой тренер Он обязан Постоянно Совершенствоваться И не считать себя Богом Что вот он Лучше всех Знает Во-первых Опять же Всегда мне забавлялось Что то Что Тренеры говорили Я вот подготовлю Олимпийского чемпиона Вот я там готов Способен Подготовить Олимпийского чемпиона Ну это же Ну не серьезно В любой сфере деятельности Всегда есть Люди разного уровня Менее талантливые Более талантливые Почему у нас в спорте Любой тренер Считает Что он готов Подготовить Олимпийского чемпиона Возьми науку Там есть Профессора Есть доценты Есть там Кандидаты наук И так далее У нас в спорте Ты сам знаешь У нас любой спортсмен Любой тренер Говорит Я подготовлю Олимпийского чемпиона И всего 7 Раз в 4 года На весь мир Понимаешь Дорого Ну это же Глупо так заявлять Там Поэтому Во-первых Прежде всего Конечно Надо много-много учиться Набраться опыта Там Чтобы Ну Ты гораздо шире Видел Ты должен Стать намного выше Чем ты был спортсмен Но то, что ты как спортсмен там умел От тренера требуется гораздо больше Гораздо больше Тренер это Многоликое лицо Это И педагог Это и психолог Это и финансист И актер И так далее И так далее Он должен Быть разным На тренировках Уметь себя Повести В разных ситуациях Конечно Подобающим образом Чтобы это именно Работало на результат Для того, чтобы Твои воспитанники Поднимались Не секрет, что каждый тренер В глубине души Желает воспитать чемпион Ну о чем Я сейчас ответил тебе Только что говорили Есть ли секреты С помощью которых Можно определить В ученике Высокий потенциал В достижении этого результата И напротив Как тренеру Понять Может ли он Довести потенциального Ученика До чемпионского результата Ну Насчет того Что Как определить Ну В принципе Всегда Любого там Талантливого ребенка Его видно По его трудолюбию По его Вот я считаю Это один из главных Может показателей По его Степени обучаемости Как он быстро Как он быстро обучается Как он воспринимает Вот эту новую информацию Потому что Это тоже очень важно Ну и естественно Вообще Честно говоря Вот у меня есть Великий ученый Который я считаю И он мне помогает В работе всегда На первый Пункт Себя идет Здоровье Вот когда Ко мне приходит Какой-то спортсмен Я сразу Делаю ему Обследование Как у него С внутренности Потому что Мы не можем Заглянуть Внутрь организма Как у него там Сердце Почки Печень Какой у него Объем крови Выбрасывается Способен ли Этот объем Обеспечить Нагрузки Работу И так далее И так далее Сам понимаешь Если Крови мало Выбрасывает сердце Какой он может быть Спортсмен Если он Чуть-чуть Побежит И он вздыхает Ну там Много показателей Конечно На первые пункты Я ставлю Опять же Здоровье Вот это Обучаемость И по обучаемости По его Там Мне уже видно Насколько Далеко с ним Можно шагнуть А уже Все остальное Зависит От других Обстоятельств Как я могу Его Подвести Туда Как он Будет брать Мои рекомендации И правильные Ли эти рекомендации Дело в том Что Иногда Трениру Рекомендуют Совсем не то Что нужно Бывает И такое Вот Ну и опять же Материальная база Финансовая база Для того Чтобы там Ввести на спортсмена Без этих Составляющих Не добьешься Результатов И Второй вопрос В этом же вопросе Как тренеру Вообще Понять Может ли он Вот К вам приходит Ученик На все 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 готовый И как тренеру Вообще понять Мы с вами Как-то на этот счет Давно Разговаривали Что Не каждый Тренер Не может Вывести Ну я Я понял Вопрос Ром Действительно Самокритичности Анализа Своих Возможностей Тренера Тоже мало Хотя В конце концов Где-то К сорока Годам Многие тренеры Уже понимают Кто он На самом деле Какой он Специалист Но он Не может Там Где-нибудь Вслух Сказать Что Да Вот У него Не готовят Спортсменов Высшего Класса Но он Все равно Будет Бить Грудь Я Такой Я Такой Крутой И так далее То есть Каждый Внутри Уже Себя Понимает Что То ли Он Тренер Для Детей То ли Вот Это Тренер Для Большого Спорта Но Опять же Ты понимаешь Как определить Может ли он Или не может Для этого Конечно Надо обладать Рядом Результатов Не один случай Часто бывает Как Что Вот Пришел к тебе Талантливый Спортсмен И не ушел Вот он Тебе остался И он Дает результат Не благодаря Твоим знаниям Твоей методике А просто Потому что От природы Такой талант Ты прекрасно Сам понимаешь Если бы Тренер Ты обладал Как инженер Ну это как на производстве Конвейер Да Вот он готовит Готовит разных спортсменов А когда у тебя за всю жизнь Один Человек Да Понятно Я например Вообще по работе Любого трейера Всегда определяю Просто Вот он взял спортсмена Я смотрю Как он изменился Что он стал делать нового В технике В тактике И в прочих В прочих Других показателях Наш Вот Тогда я вижу Да Вот это вот Тренер На него что-то повлиял А если ты взял готового спортсмена И он у тебя Только получил От тебя Это тоже хорошо Конечно Там квартиру Зарплату И так далее Да Слава Богу Я таким Менеджерам сам отдам Спортсмену Если я не смогу Создать условия Но Если он не может Поднять на другой уровень Ну тогда Извините Это Все заканчивается Вот взять Например Там Таких великих Спортсменов Там например Ну вот как Михаил Да Великий спортсмен Данные были Шикарные Там прочее Все Я когда Он появился Валентина Хабирова Позвал Говорю Валя Расскажи Как ты работаешь Что ты делаешь И вот когда мне тренер Говорит что Главное не мешать Спортсмену Ну извините Мне это уже непонятно Как это не мешать Спортсмену Ты как тренер Должен все время Поднимать И наверное Не случайно Саша три олимпиады Пропустил Потому что Его надо было Дальше выводить На другой уровень А он только вот За счет своего Природного таланта И боролся Он так и боролся В принципе В последнее время Только за счет Своих природных качеств А вот туда Вывести наверх У его тренеров Не хватило опыта Или знаний Не знаю Как то сказать Поэтому О таких примерах В Рианске Например Возьмите Девисенко Валер Вот У Андреевска Вот один учебник За всю жизнь По России Много можно назвать Таких людей Которые Как бы Как тренеры Ну вот пришел человек Ты докажи Что ты вот Можешь взять И подготовить Такого человека Таких не очень много Таких не очень много Которые могут Сделать Я например По крайней мере Могу По крайней мере Порадоваться Что часто говорят Что моего Ученика Сравь О это школа Ильчинина По захватам Передвижениям Да Вот это Сделать Ильчинину То есть Даже те люди Которые Ну спортсмены Пришли А других тренеров Они этого замечают Потому что Я Стараюсь Дать человеку Что-то новое Чтобы поднять Его на другой уровень А не Радоваться Тому уровню На котором Он ко мне пришел В прошлом году Выдающемуся Тренеру Педагогу Евгению Михайловичу Чумакову Отмечалось Столетие Со дня рождения Личность Выдающаяся В мире Самбо Дзюдо Единоборств Вы были Одним из тех Кому удалось Лично общаться С ним Слушать его лекции В высшей школе Тренеров Скажите Что было В Чумакове Что дало ему Такую возможность Стать Одним из Гениев Тренерской деятельности В педагогике Вот кстати Ром Ты знаешь Такой парадокс Многие считают Что тренер Должен быть Таким вот Авторитарным Деспотом Что-ли Требовательным Евгений Михайлович Это же был Чудо-человек Мягкий Тихий Вообще Очень-очень Тихо говорил Никогда голос Не повышал Ну просто Поразительно Ну Вот как это Понимаешь Вот его стиль Работы Да Там например Я не помню Там цифры Какие Ты тоже знаешь Вот я книгу Ципурского читал Там Из его первой группы Там Чуть Двадцать Четырнадцать человек На протяжении Чемпионов Чемпионов Союза Там А сколько Титулов Завоевал Именно там Тридцать Титулов Чемпионов Тридцать Шесть Титулов Тридцать Шесть Титулов Чемпионов Советского Союза Представляешь Уникальный Такой человек Вот Я могу Знать Что сказать Мне кажется Я тоже сторонник Этой системы Потому что Я тренер С инженером Образованием Потом Вот вышел Школу Тренер Закончил Он здорово Разбирался В биомеханике Вот к нему Подходишь Как-то И спрошишь Евгений Михайлович Вот такая ситуация Как вот здесь Что-то сделать Ну Просто потрясающе Он находил Такие решения Вот для этой ситуации Не просто Там Похота Какая-то То есть Вот он Именно находил Решение И вот ты тоже Знаешь Что я Сторонник Именно Вообще Я считаю Что борьба Зюдо Это Вообще Борьба Это Приложение Крутящих Моментов И рычагов Как их правильно Использовать Для усиления Там Направления Броска Там Или еще Что-то такое Или с помощью Рычага Перевернуть Там Как-то Спортсмена Вот я Как инженер Мне это помогает В работе Конечно Сейчас Тренеры Очень здорово Потому что Я считаю Это структура Двух тел Которые Подчиняются Всем законам Диамиха В этом плане Евгений Михайлович Может быть Как раз Тоже Был уникальным Человеком Который Учил техники Ведь у него Все разные же были Цепурский Был силовик Например Там Скажем Олег Степанов Более техничным Был Шульц Тоже был техничный Я Даже слышал Такую Версию Что Георгий Карлович Шульц На каждый Чемпионат В стране Он их 6 выиграл 6 чемпионатов Выиграл На каждый Финал На каждый Финал Он готовил Новый прием Который Никто не знал Представляешь Уникальная Уникальность Какая То есть Он Для своих соперников Готовил Такую Вот Ну как бы Ловушку Секрет Который Никто не знал То есть Вот Я думаю Что у него Наверное Именно За счет Этого Да У него Там еще Была Вот эта Спираль Его система Там Повторенная Через какой-то Период Этой техники И так далее И так далее То есть Он Ну я бы сказал Наверное Внес вот такой Научный подход К тренировкам Не просто Похота Там Как у многих Тренеров Так Пришли Там Полторы тысячи Там Как многие считают Надо набрасывание Делать Чуть ли не за тренировку Там У него такого не было Не вспотел Значит не тренировался Да Вот это Принцип Бери больше Кидай дальше Он не всегда Хорош Не всегда Хорош То есть Конечно Это был Мудрейший Человек Я думаю Что Использовать Его знания Есть смысл Сейчас В наше Современное Время Я считаю Конечно Что мне повезло Что я там Учился У него То что Я тренировался У Харлампева То есть Мне повезло В жизни Что Великие люди Великие борцы Я их знал Лично Был знаком Дружил Со многими То есть В этом плане Я очень Доволен и счастлив Что мне повезло И Шульца Знать И Чемакова И Харлампева И Степанова И многих Многих Это великий Легендарный борец То есть Мне повезло В этом плане То есть И что вспомнить Есть чем гордиться Можно так сказать Какие бы Вы посоветовали Книги Учебники Иную Литературу Для тренеров Чтобы они могли Углубить Улучшить Усовершенствовать Свои знания В области Тренерской Педагогической Деятельности Или что-то Может быть От себя Что-то такое Предложите Что делать Особенно Я думаю Что это Молодым Специалистам Или тем Спортсменам Которые Перешли Закончили Спортивную Деятельность Тренерскую Ну Книг Всяких Много Там Сейчас И по физподготовке По выносливости По психологии И так далее И так далее И по технике Но Вот На счет Техники Я тут Немножко Посомневался Потому что К сожалению Превалирует В основном Такой Способ Метод показа То есть Приходит Тренер И так Все мы делаем Переднюю подножку Например Танятоша Или там Через Пинус И пансионали Там Вот Но Опять же Все спортсмены Разные Один Высокий Другой Толстый Другой Широкий И для него Это например Техника Вообще Может быть Не нужна Правда Мне иногда Говорят Мол Вот Нам должен Знать Этот прием Типа Для чего Ребят Ну Возьмите Статистику Ведь Когда спортсмен Выходит на Высокий уровень Но Четыре Пять Движений Не больше Делают Он не делает Все Что Вот То Что Мы Стараемся Показывать И я Кстати Я уже Много лет Вообще По такой Схеме Не работаю У меня Нет Такого Что Я прихожу Там Так Все Делаю Один Прием Во-первых Всегда Материровки Много Показывают Движения Мне говорят Типа Вадим Риколаевич Как же Так Они Могут Не запомнить А вот Как раз Наоборот Из этих Там Пяти Шести Может быть Даже Больше Движений Которые Показывают Движения Каждый Выберет То Что Ему Удобно Понимаешь Да Ром То есть Этому Эта техника Понравилась Этому Это движение Понравилось Человек Очень индивидуален Поэтому Я Например К этому Отношусь Вот так Я не стесняюсь Показывать Много И Когда Ребенок Или там Спортсмен Зацепился За это Движение Да А потом Уже Его шрифуют Тут Не довернул Тут Не дотянул И так далее И так далее Понимаешь Да Уже Получается Как бы Индивидуальная Работа Каждый Ребенок Делает Свою технику Свою технику Не то Что я ему Навязываю Делаю Вот это Он делает То есть В принципе У меня Вот этот Процесс Индивидуализации Он начинается Ну Наверное Буквально Через полгода Как спортсмен Ко мне приходит Даже вот с нуля То есть Я вот Свои движения Удобные Для его организма Для его природы Это вот Касаемо Как бы Тренировок Чему учиться Чему учиться Я в свое время Очень-очень много Проехал Семинаров Там В Советском Союзе И то И то И в конце концов Вот просто Голова вот такая Встала Я так и не понял Ну а как же дальше Это жить Там Никто не может Мне ответить Я например Много приемов делаю Всегда спрашивал В институте Я говорю А вот как мне быть Я вот то делаю Это делаю Они так меня Смотрели Но они делали Два-три движения У меня там было Больше движений Как их отрабатывать Вот И Ну потом У меня другая система Честно говоря Сложилась Своя методика Ты знаешь То есть Я немножко По-другому работаю Она основана Именно Я считаю Основой борьбы Это не количество Приемов Которые ты делаешь А Как ты Своего соперника Умеешь Сделать Марионетку Как ты Научишься Разрушать Его рабочую позицию Рабочую руку Как ты его Как ты можешь заставить Его шагнуть Правой ногой Левой ногой То есть Ты должен Стать Как кукловода И вот Когда У меня Спортсмен Начинает Овладевать Такими вещами Конечно Легче борется Потому что Я создал Какую-то ситуацию В результате Ситуации Например Спортсмен Идет назад Я говорю Вот теперь Ты должен Брось всего Назад В той же ситуации Но спортсмен Понимает Что назад нельзя Он пойдет Например Вперед Вот у меня Спортсмены И работают В двух направлениях При создании Одной ситуации Через захват Передвижение Реакцию Вот таким вот образом Идет процесс Обучения А когда Спортсмену Дают Огромное количество Приемов Отрабатывать Он и с вами Приходит Откуда С чем он сталкивается В захват Начинается борьба Захват Взять не может Или берется Соперник захват Который ему неудобен Он двигается Не так Как ему надо Он сопротивляется И он до той техники Которым отрабатывал Там 80% 90% В тренировочном процессе Он не доходит Ведь я любому тренеру Спортсмену Задаю всегда такой вопрос Когда провожу семинары Мастер-классы И вот сейчас Вот я там Два дня Приехал из Калужской области Спрашиваю Вот ребят Вот вы Когда борются с вами Вы делали такой прием Который вы никогда Не отрабатывали Да Все говорят Да И поэтому я говорю Что В организме Как я его называю Внутренний компьютер В данной ситуации Выдают решение Нужное для этой ситуации И вот Моя задача Как тренер Вот именно Развивать вот это качество Чтобы у меня ученик Чувствовал Куда бросить спортсмена Влево Вправо Вперед В зависимости от этой ситуации И от того сопротивления Как от той реакции Которую он оказывает Вот Это вот Ну вот В двух словах Примерно То как я работаю И за счет чего У меня в принципе Получаются Ну Относительно неплохие результаты Относительно неплохие Почему? Потому что Именно Я считаю Меторика работает Они бы Результаты Могли быть лучше Если бы Конечно У меня были спонсоры Если бы я там Работал с какой-то командой А я так получается Работаю штучно Там Приедет какой-нибудь Ко мне там Я с ним работаю Вот В принципе Моя мечта Вот на старости лет Конечно Какой-нибудь Национальной командой Поработать Ну вот С киргизами Вот начал Но там Сейчас просто Нету людей Которых готовят Можно именно К этой олимпиаде На будущую олимпиаду Да Можно подготовить Там есть ребята А на эту олимпиаду Сложно Там еще есть Некоторые предложения Сейчас поступили Как ни странно На старости лет Что-то Ну посмотрим Как это сложится Я вот Этот олимпиад В олимпиаде Хотел бы конечно Поработать С какой-нибудь командой Потому что Есть определенный опыт И именно я знаю Как Из этого человека Сделать лучше Я могу похвастать Что в принципе Из тех спортсменов Которые ко мне приходили Хуже никто не старается Все говорят Что там Даже так Как-то Такое самолюбие Тешит Как-то кто-то Я слышал Сказали Ильчинина Говорит Как волшебник Кому прикоснется Человек бороться Начинает Кто-то так Как-то шел Где-то по трибуну Там сказали Вот Ильчинина Ну приятно Ну приятно Честно Честно На соревнованиях Ну это тема Вообще Очень Как вы думаете Это очень важная тема Или плохо Нет Ром Это абсолютно Неправильно И вот у меня Например сейчас Махер Гасанов Тренером работает Там Леша Котов Там Другие там Ученики Я им всегда говорю Ребят Только не гонитесь За медалями Особенно в детском возрасте Даже вот с мастерами Когда я начинаю работать Там Или с кандидатами Которые приходят Я всегда требую Повышения качества борьбы Качество борьбы Должно быть другое А это количество медалей Вот это вот У некоторых детей Уже наверное Несколько ведер Ну алюминиевых Сотни килограмм Наверное уже там В каждой семье Но Я всегда задаю вопрос Родителям Вот этот треугольник Как я его называю Самый главный треугольник У нас в спорте Спортсмен Тренер Родитель И в этом Треугольнике К сожалению Главную роль играет Не я Не спортсмен А родитель Вот именно родитель Всегда Определяет Дальнейший путь Своего ребенка Как бы мы не хотели Это Да Бывает Родитель может быть И против Но его можно уговорить Объяснить Другое дело Но Главный человек В этом Треугольнике Родители Вот к сожалению Именно Пользуясь своим Как бы вот этим Приоритетом Они Своих детей Просто Делают уродов Инвалидов Ребенок не готов Его заставляют Бороться Заставляют Выиграть Приносить Эти медали Качество борьбы Еще низкое У него сопли Мокрые глаза Расстроенные чувства Расстрепанные чувства Вплоть до того Что например Ну статистика Такая была Каждые 5-6 лет Например Самбо 70 Ребенок Там Заканчивал самоубийством Потому что Требования родителей Тренеров Там Что вот он Результат не дает Но к сожалению Такие были случаи Когда люди Ребятишки Вешались Из-за того что Не отвечали требованиям Родителей И тренеров Жестокий конечно Случай Сумасшедший Но тем не менее Я вот Помню два таких момента Самбо 70 Было когда Самоубийство Были Вот Поэтому то что Вытворяют родители И к сожалению Рома тренеры Но тренер идет на поводу Получается у родителей Да нет Тренер такой же Становится Понимаешь Они вот ради того Чтобы вот эту вот Медальку получить И показать что он Такой крутой тренер Там Тоже идут на все Любыми способами Судейством Там как угодно Лишь бы Заваливать вот эту вот Медяшку там Алюминиевую Или там Бронзовую Ну бронзовую Вряд ли Но тем не менее Ради чего Ради чего Один из тренеров Сказал так Что если он Не заборется До 15 лет И не попадет В сборную То он бросает дзюдо Посмотрите Допустим Мы возьмем Многих известных В прошлом Ну вот Вы говорили Допустим Анатолий Бондаренко И Олег Степанов И другие И Цепурский И Глариозов И так далее Они пришли Уже достаточно Взрослым Ну как По сегодняшним меркам Уже Многие завязывают Со спортом Как говорится Там он был Уже За 17 лет Даже вот Недавнее Разговаривал С тем же Бесланом Удрановым Который только В 12 лет Пришел Почти в 13 Его брат Пришел почти В 14 лет В самбо До этого Просто На улице Играли в футбол Бегали Там Какие-то Дворовые игры Ну я с тобой Здесь Знаешь Как бы Могу Дискуссировать Дело в том Что Опять же По законам Физиологии И прочее Все На спорт Выделяется Как бы Организм Выделяется Ну 15-20 лет Вот он Начнет в 5 лет Там заниматься К 20 годам Он уже бросит То есть Вот Или там 25 Это уже Когда он Профессионал Действительно Становится То есть Психика Изнашивается Организм Изнашивается Очень много Травм За этот Короткий Но не короткий Путь В этом В раннем Детстве Ведь Мы же Прекрасно Знаем Что Человеческий Организм Формируется 25 Годам Ну может Сейчас Пораньше Чуть-чуть То есть Когда Полностью Кости Укрепляются Все А в детском Возрасте Косточки Вообще Как это Не знаю Хворос Вот этот Хрупкий Поэтому В детском Возрасте У тренеров Очень много Травматизма Потому что Вот они Их гоняют Там Бороться 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 Это абсолютно Неправильно Я тоже Кстати Начал Как ты говоришь Я в 14 лет Начал заниматься Через 4 года Мастера спорта Выполнил И вот Всю жизнь Посвятил И у меня В принципе Не было Ни одной Серьезной травмы Такой Чтобы я Мог сказать Операция Какая-то Там была Ну Ключицу Один раз Надорвал И все Наверное Самая крупная Травма Была А вот Или взять Ну Правильно Ты называл И Саша Суравмашин Который Чуть 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 Ниже 25 лет Начал Бороться То есть Это неправильно Просто надо Поставить Задачу Родителям Перед Тренером Перед Ребенком Что Он хочет И ребенок И родитель Что он хочет Быть Олимпийским Чемпионом Это одно Если он хочет Просто заниматься Борьбой Стать Крепким Мальчишка Таким Здоровеньким Да Это другое Вот я Например Всегда Я тебе помню Как ты приводил Вот я у меня в Италии Были знакомые Я туда много лет ездил Лет 15 Наверное ездил Они меня приглашали И семинары проводить И на соревнования Вот Девочка одна была Она просто занимала джидо Как фитнес Она ни на дистанциях Не боролась И вот мы с ней дружим Переписываемся До сих пор Она просто Для нее джидо Было как Образ физического воспитания Она знала приемы Изучала приемы Могла бросить Там и так далее Но она нигде не боролась Вот так Просто Мать И она Поставила для себя Задачи Просто вырасти Здоровым человеком Другой человек Который хочет Завоевывать Медали Там Конечно Здесь Вот Правильно Вести этого ребенка С родителями Вот у меня был Классный мальчик Искандер Грифули Но он уже в 14 лет Стал бороться Уже как мастер спорта А тоже начиналось Когда они ко мне пришли Слезы Сопли Там проиграл Тут проиграл Или там не выиграл Первое место Я ей говорю Гуля Тебе чего Вот этого металла Не хватает дома Давай так Что вот Мы Для нас Стренирование Будут Как Лаборатория Продолжением Тренировочного процесса Он на соревнованиях Должен делать И выполнять Те задачи Которые Ставили на тренировку Не Завелать Медаль Любым путем А именно Выполнить Ту технику Те задания Которые мы с ним Делаем на тренировку И парень Совсем по другому Стал бороться Он с 14 лет Уже боролся Примерно На уровне Мастера спорта Мышелин Тут тоже мама Вмешалась Он стал еще И в футбол играть Он стал еще Сковалазанием Заниматься У него травма Там пошла Какая-то Ну Вы определитесь Вот что значит Родитель То что он может Как бы Повлиять на судьбу Ребенка И вот этот талант Мальчишка Ну в принципе Он для спорта пропал А если бы он Занимался Скажем Только джидо Например Ну конечно Это был бы Очень интересный Спортсмен Потом вот ты говоришь До 15 лет А ты назови мне Сборная страны Которые пришли Вот с юношей Юниоров туда До единицы Ну самый яркий Пример это Миша Игольников Да А кто другие Ну кто Прошел через юноши Через юниорскую Сборную Ну если процентов 10 Это не больше Наверное Которые попадают В самую Сборную страны Конечно Я понимаю Родители и тренеры Да они правильно Говорят Что если До окончания школы Он там типа Никуда не попал Результат не показал Все там Шансов нету Либо иди в армию Либо иди учиться И так далее И так далее Потому что Нет возможности Содержать Спортсмена Чтобы он там Дальше вырос Новородство Как раз Начинается В основном После школы Большой спорт Ты выходишь Как раз После школы Поэтому здесь Тоже Ну тут есть Кстати Перемычки Которые можно использовать Например Какое-то Учебное заведение Вот например Как я работал В университете МВД Где мне Позволяли Эти условия Позволяли Спортсменам Тренироваться И учиться И тренироваться И выступать Общежитие Питание Да То есть по крайней мере Вот Может быть В военных институтах Там где-то такие Есть возможности Там Ну а в основном Сейчас что осталось Армия МВД ФСБ Вот эти силовые структуры МЧС Там Росгвардия Которые берут Ну правда Действительно берут Уже тех людей Которые Что-то показывают По крайней мере Какая-то перспектива есть Но заниматься Вот этим вот Натаскиванием Как ты говоришь Ускорением Но это я вообще считаю Преступлением Для тренировки Потому что В результате этого Просто мы получаем Инвалида Инвалида Боевое искусство Единоборство Самбо, джудо Сегодня имеет Несколько Функциональных Применений Одно из них Это спортивно-соревновательное Применение Функция Допустим Самбо, джудо Военно-прикладное Театрально-постановочное Но Мало говорится Мы немножко затронули Сейчас Вот в этом Предыдущем вопросе Эту тему О гигиеническом Здорове-сберегающем Применении Этих искусств Вы как специалисты Работающие И в спортивно-соревновательном Направлении И Будучи Преподавателем Университета МВД Когда работали С полицейскими Будущими Где-то сталкивались С военно-прикладным Применением Боевых искусств Что можете сказать О применении Самбо, джудо Именно в гигиеническом Здорове-сберегающем Можно ли использовать Тот же технический Арсенал приемов Для восстановления На ваш взгляд Для восстановления То есть Не выходя из искусства Восстанавливаться Нет Но В принципе Любое физическое Движение Оно всегда пользы приносит Поэтому Вполне возможно Я думаю Использовать Как ты говоришь Для восстановления Вот встал Например Поподворачивался Какую-то Имитацию поделал Как бой с теми Что-ли Что-то такое Покрутился Туда-сюда Поделал упражнение Как вместо зарядки В принципе И как восстановление Тоже будет Например Ну например Опять же Головный достаток Нашей сборной Нету Робной работы Робной работы Легкий бег На невысоком пульсе Это лучшее Восстановительное мероприятие Но это бег А с точки зрения И поэтому я считаю Что Те же наши движения Например Дома Даже можно использовать Для восстановления Почему нет Просто От дозы От дозы Вот это Зависит Направление Развивающее Восстанавливающее Ты понимаешь Мы учились в институтах Знаем Что В зависимости от Нагрузки От нагрузки И будет направление Разное Восстанавливаясь Развиваясь И так далее И так далее Поэтому точно так же Я думаю Что эти упражнения В определенной дозе Будут способствовать Восстановлению организма После каких-то нагрузок Потому что Скажем Ты нагрузился где-то А потом резко бросил Это тоже не очень хорошо То есть Во-первых Организм Тренированный организм Он все равно требует Ты сам знаешь Если ты Что-то травма Или что-то такое Или какие-то обстоятельства Ты не можешь Пойти на тренировку Но ты же чувствуешь Что организм Туда тянет Тебе организм хочет Вот эту вот Молочную кислоту Почувствовать Когда все у тебя затекает Когда вот это вот Вот эта мышечная усталость Которая в принципе Как ни странно Она тоже приносит Удовольствие Вот именно Мышечная усталость Ты устал И вот такой кайф Я иногда Сейчас тоже часто Просто заходишь В тренированный зал И прям чувствую Хочется вот это подделать Ти-ты Что-то Вот И когда нотрировка Там пока дети Разминаются Там глядишь Раз-раз Покрутился Что-то подделал Такое Старое Привычное Для себя Такую технику Там Или имитацию Техника Ну я думаю Что да Можно использовать Наверное Не можно Не помешает Не повредит Точно На этом мы заканчиваем Наш разговор Сегодняшний С Владимиром Николаевичем Мельчинином Если кому-то понравилось Вы можете Отметить это На ютуб канале Если есть вопросы У вас Вы можете задать Это в комментариях Где-то Написать Кто-то Может быть Что-то Не совсем понял Может быть У кого-то Возникли дополнительные Вопросы По этим темам Но Владимир Николаевич Если у него будет Такая возможность И желание Он может быть Дополнит Что-то Углубит Расширит Да не проблема А мы Как-то это Все Продемонстрируем Потом Видеозаписи Или в какой-то Текстовом варианте Вот До новых встреч С вами был Роман Карасев И Владимир Николаевич Ильичев До свидания С Нового года всех Продолжение следует